Новогодний стол Здравствуйте Ольга, и давайте по-простому, как вообще встретить Новый год и выжить 1 января? Нужно веселиться, быть активным и иметь вкусный, но полезный стол Давайте подробнее поговорим о новогоднем столе Каким вообще он должен быть, какие продукты лучше избегать, а какие все-таки стоит поставить на стол? Начнем с закусок Закуски желательно, допустим, мясная нарезка, рыбная нарезка, но вот сырную нарезку лучше на стол не выставлять, потому что сыр довольно-таки тяжелый жирный продукт и в сочетании с другими обильными, так скажем, блюдами может вызвать те или иные последствия То, что касается салатов, конечно, они должны быть облегченные и не содержать внутри пережаренные ингредиенты Заправлять их лучше растительным маслом Но можно, конечно, себе позволить и любимые всеми салаты с майонезом Но майонез можно развести сметаной, я говорю, например, о селедке под шубой, либо о оливье То, что касается горячих блюд, пожалуйста, мясо можно любое, рыбу любую, рыбу любую, курицу, но обязательно в сочетании с овощным гарниром То есть, допустим, картофель на новогоднем столе желательно уже не готовить Раз уж заговорили о традиционных блюдах оливье и сельди под шубой, какие ингредиенты рекомендуете заменить и как вообще можно облегчить эти салаты? Ну, сельди под шубой облегчить можно только разбавив майонез сметаной, а оливье вместо колбасы отварное мясо Все зависит от количества, если мы съедим по одной-двум столовой ложке, то это не будет много Ну, конечно, все зависит от того, еще сколько мы будем есть с вами другие блюда А что касается напитков, все-таки какими лучше запивать блюда? Что тут можете посоветовать? Для того, чтобы раз облегчить переваривание и не вызвать дополнительное брожение внутри кишечника, которое мы с вами почувствуем как раз 1 января то желательно на столе не иметь сладких напитков, никаких морсов, соков, тем более без сладкой газировки Поэтому на столе желательно, чтобы была вода, можно с лимоном, с лаймом, с мятой сделать такой полезный напиток Традиционно новогодний стол не обходится без алкоголя. Какие советы тут можете дать? Конечно, понятно, что лучше не злоупотреблять, но все же какие напитки будут менее вредными для здоровья? В алкогольных напитках самая главная мера, но рекомендовано это сухое или полусухое шампанское, вина и крепкие алкогольные напитки сделаны на основе винограда, речь идет о коньяке А может есть какие-то правила, рекомендации, как 1 января не болеть с похмелья? Чтобы не болеть 1 января, важно не только качество, но и количество напитков и как вы проводите активно новогоднюю ночь Поэтому, конечно, необходимо выпить определенный напиток, закусить и пойти танцевать, либо гулять Чем больше вы будете активны в новогоднюю ночь, тем меньше вы будете чувствовать головную боль и какие-то проблемы со здоровьем 1 января Давайте еще поговорим о десертах. Не опасно ли нагружать новогодний стол еще и сладеньким? Если вы решили побаловать своих родных десертом, то, конечно, вы можете его приготовить но десерт желательно оставить на 1 января А в качестве десерта именно в новогоднюю ночь использовать только фрукты Но фрукты желательно кислых сортов, то есть, например, киви, мандарины, апельсины, ананас Вот замечательное сочетание мясных и рыбных продуктов с фруктами, допустим, рыба с лимоном Мясо с ананасом Эти сочетания помогут тому, что белковый продукт лучше у нас усвоится Обычно после новогодней ночи у нас остается много блюд И 1 января мы даже шутим, что салаты-то у нас уже прошлогодние А вообще не опасно ли употреблять их на следующий день? Очень важно 31 декабря не готовить большое количество салата Если вы приготовили, то его сразу не заправляйте Охраните в холодильнике без заправки Вытащите небольшое количество поставки на стол Предварительно перед этим заправив либо растительным маслом, либо амманезом со сметаной 1 числа салаты, которые вы вовремя убрали в холодильник Доесть можно, но 2 числа то, что мы с вами не съели, лучше, конечно, выбросить И сделать новое свежее блюдо А как быть, если в Новый год мы все же переели И на утро чувствуются какие-то симптомы отравления или тяжесть в животе? Чтобы себя хорошо чувствовать 1 января Во время новогодней ночи пейте больше воды Воды с лимоном, слаймом Если вдруг 1 января все-таки чувствуете тяжесть То устройте себе разгрузочный день Сходите погуляйте Гуляйте себе аппетит Придите и перекусите чем-нибудь легким Например, кусочком мяса с овощами Рыбку с овощами И съешьте фрукт Но если вы действительно чувствуете какую-то серьезную проблему Признаки интоксикации То лучше обратиться к врачу Если вы, в принципе, имеете ту или иную патологию Желудочно-кишечного тракта И когда-то вам лечащий доктор рекомендовал Про кинетики те препараты Которые улучшают моторику Желудочно-кишечного тракта То можете в новогоднюю ночь Выпить эти препараты Либо ферментативный препарат Но если вы имеете проблемы С пищеварением И все же новогодние трапезы и праздники не завершаются Обычно это еще и не одно и не два застолья Как вообще провести новогодние каникулы Чтобы выйти потом на работу или на учебу Так сказать, в добром здравии? В новогодние каникулы, конечно, мы ходим друг к другу в гости И поэтому каждый поход в гости Сопровождается застольем Поэтому периодически себе устраивайте Каникулы пищевые И будьте более активны Ольга, давайте подведем небольшой итог для наших зрителей Еще раз проговорим, каким все-таки должен быть новогодний стол И как вообще провести новогодние праздники, чтобы не было какого-то сильного вреда для здоровья Основные правила новогоднего стола Все должно быть достаточно просто, но вкусно Используйте нежирные закуски Обязательно сочетайте мясо, рыбу, курицу с овощами Оставьте десерты, любимые тортики на 1 января Пейте больше воды, простой либо с лимоном Используйте на новогоднюю ночь качественные алкогольные напитки Но важно соблюдать определенное количество Будьте активны и радуйтесь празднику И тогда 1 января вы встретите в хорошем настроении И в хорошем состоянии вашего здоровья Спасибо, Ольга Напомню, это была Ольга Цымбалова Врач-эндокринолог, диетолог, заведующая Центром здоровья И говорили о том, как правильно накрывать новогодний стол Чтобы он был менее вредным для здоровья Это была программа «После новостей» Желаю всем хорошо провести праздники И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин